здравствуйте друзья мы вновь на монтаже на сей раз мы устанавливаем невероятную компактную чугунную отопительную печь бахтинка а тех кто пропустил обзор этой печи в сравнении своей старшей сестрой обязательно найдите ролик на нашем канале смотрим здравствуйте дорогие друзья с вами евгений мы сегодня находимся на дачном участке и будем монтировать печь бахтинка вот домик в котором будет производиться монтаж выход через стену защита задней стены плиточка на пол 5 метров дымохода ссылку на ролик про бахтинку можно найти ниже в описании а пока мы занесли печь в дом чтобы собрать ее и примерить на месте установки после этого делаем на стене разметку для проходного узла дом из бруса и пропил делаем изнутри так как дом жилой огораживаем зону пыльных работ выпиливаем аккуратный квадрат который позже заполним теплоизоляционными материалами внутренняя стена за печью будет закрыта декоративными панелями не чихо но об этом чуть позже а пока сделаем разметку под каркас из профиля и защитим стену фольгированным базальтовым картоном крепится он элементарно строительным степлером все ненужное срезаем ножом устанавливаем подвесы для профиля и проклеиваем места стыков базальтового картона алюминиевым скотчем профиль для крепления декоративных плит крепим с таким расчетом чтобы между панелями и стеной оставался воздушный зазор мы поставим печь на протопку а пока печь обгорает на улице мы сделали подготовительные работы сделали проходной узел расширили брус 150 на 100 обрешетка вагонка сделали изоляцию поставили профиля сейчас сделаем двойной слой гвл и для того чтобы изолировать низ печки от тепла до деревянного пола положим плитку и соответственно будем выходить дымоходом на улицу подготовки основания для печи нет ничего сложного его можно изготавливать из различных материалов а в данном случае в качестве основы для укладки керамической плитки мы используем листы гвл укладываем их два слоя обязательно перекрываем вторым слоем места стыков крепим все это дело саморезами к полу но пока плитка не уложена закрепим декоративные панели на каркасе не чиха отлично зарекомендовала себя в качестве защитного материала декоративные панели монтируются очень быстро выглядят достойно и не требует какой-либо финишной отделки для вывода дымохода через стену в двух листах мы сделаем полукруглые вырезы обрабатывается нить чиха тоже довольно просто чтобы сделать фигурный вырез максимально аккуратно можно держать болгарку слегка под углом в итоге получаем идеальный круг диаметром чуть больше диаметра дымохода это нужно чтобы компенсировать тепловые расширения когда стена изнутри закрыта можно приступать к формированию проходного узла по традиции в качестве основы будем использовать фольгированную минвату роквол fire beds нарезаем ее пластинами и слегка в распор устанавливаем в стеновой проход пространство вокруг трубы будем заполнять базальтовой ватой но для этого сначала нужно сделать короб из скамола или как его еще называют супер изова напомню что на канале есть ролик в котором мы тестируем этот материал на процессе укладки плитки подробно останавливаться не будем однако отмечу что довольно часто ее монтируют качестве финишного материала для подиума печи ее всегда можно подобрать по цвет основного напольного покрытия или под дизайн комнаты да и моется и чистится она очень легко начинается самое интересное ставим печь на свое законное место надеваем первый участок стальной монотрубы устанавливаем поворотный шибер и отвод на 90 градусов непосредственно через стену пойдет сэндвич труба далее к тройнику крепим монтажную площадку и собираем воедино этот важный узел нашего дымохода не забывая промазать места стыков термостойким герметиком свой первый рабочий день на этом объекте завершаем установкой первого модуля сэндвича и набивкой базальтовой ватой проходного узла надеваем и фиксируем декоративный фланец и корректируем вынос дымохода для того чтобы обойти свес крыши утром второго дня прикрепили к стене дома 200 новые опоры установили и закрепили кровли первый метр сэндвича а далее для удобства монтажа на земле собрали весь оставшийся участок дымохода и единым блоком установили его и и Теперь нужно закрепить распорками всю эту конструкцию. За кадром остался момент обрезки по высоте стальной трубы, но с этой процедурой зрители нашего канала уже хорошо знакомы. Сделали проход, установили печку, подрезали трубу так высота не совпадала, поставили шивер, поставили угол 90, старт, загерметили все соединения, вышли на улицу, смонтировали дымоход, два уровня растяжек. Сейчас будет завершающий этап, мы будем делать декоративные уголки, чтобы перекрыть саморезы и прикрыть, где уложена плитка с торцом. Крепим деревянные уголки на нашу стену из декоративных панелей и также не забываем про подиум для печи. Для него используем алюминиевые уголки. Настал новогожданный момент первой протопки печи в доме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Печи Итак, печь установлена на основание, покрытая керамической плиткой. За печью смонтировали декоративную накладку, которая также будет защищать стену от перегрева. Под этой накладкой, изготовленной из плиты Ничиха, установлены листы из базальтового картона, покрытого фольгой. Ну и вывели дымоход на крышу 5 метров в этот раз. Закрепили его с помощью четырех направляющих и запустили печь. Напомню, что на нашем канале есть обзор печи бахтинка в сравнении со старшей сестрой, печью бахта, невероятно популярной печью. Поэтому, если у вас есть вопросы по конструкции печи, пишите к тому ролику в комментариях, либо же здесь. Если остались вопросы по монтажу, обязательно ответим на них. Ну и, естественно, приглашаем вас в наши магазины, в магазины Фарнакс в городе Новосибирске и на сайт фарнакс.ру. Не заглядывайте почаще к нам в социальные сети. Ну а на сегодня все. До новых встреч, друзья. Счастливо.